Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте на примере нашей недельной главы Хаей Сара, на примере наших великих отцов, праматерей, посмотрим, что вообще происходит. Бог сказал же, это мои любимые, там, Авраам, Ицхак, Яков, Давид, там, кто угодно, это самые близкие. Посмотрите, что, ну, кого, Давида давайте возьмем. С детства его ненавидела собственная семья. Были одни проблемы, его изгнали на пастбище. Его не признавали 8 лет уже в народе. У него забрали жену, у него в семье разлад, один сын восстал, его убили, дочка. Можно продолжать без конца. Скажите, эта жизнь возлюбленного Бога, наверное, каждый скажет, лучше меня не любим. Вот здесь вот проблема. Этот мир, мир испытаний. Этот мир создан для того, чтобы здесь были испытания, мы хотим все время отдыхать. Я расскажу одну историю. Раф Зильберг, известный человек, в эту неделю всегда Хайей Сара, он рассказывал такую историю. Он говорил сначала Рашиду, что, почему первый стих главы Бришит завершается словами и годы жизни Сары. Ведь уже было написано и было жизни Сары. И в качестве ответа пишет, что все дни ее были одинаковые, хороши, великолепные. И очень удивляюсь, разве жизнь была такая хорошая? Авраам и Сара постоянно принимали гостей, она 365 дней в году пахала на кухне. По крайней мере, сильно помогала. Пекла, варила и так далее. Без каникул, без выходных. Долгие месяцы путешествий из Урхаздимов в Харан, землю Израиля. Во время странствий на верблюде там не так все легко. До 90 лет не было детей. Забрали ее наложницей в фараону. Потом она отдает свою рабыню Агаре, та беременеет и унижает свою госпожу. И огромные страдания все время. Это очень сложно. Соперница Сары раздражает ему сына Ишмаэля. И дважды ее забирают насильно. И так далее. И несмотря на это, можно хотя список продолжать долго, что если бы любому, вот Зильбер сам сказал, что если бы любому человеку предложили такую жизнь, он бы сказал, что пусть такая жизнь будет у врагов моих. Значит, что-то здесь вот мы недопонимаем. Если так, что сказал Раша, все дни ее хороши. И здесь речь надо понимать, что в основном люди, мы должны понимать не только физическую, есть духовная жизнь. Духовную. Вот несмотря на все страдания и сложности, Сара была одинаково хороша в служении Богу, предстала пред Богом. С каждым яскрою такой, каждый денечек ее светился. И Зильбер отвечал, что я понял это на основании одного примера. Это было много лет назад, говорит, в Ишире Мир, училась 180 учеников. И две женщины готовили для них еду и мыли посуду. Ну, представляете себе, на 180 учеников, там тарелки дают. Одна из них была родом из Советской Республики и все время жаловалась, работы много, денег мало. Вторая она была из Питера, она говорила, какая мне выпала честь. Моя еда дает столь праведным ученикам изучать Тору. Раньше я готовила для пьяниц каких-то, а теперь, если я могла, вообще денег не брала, но надо жить. И Зильбер говорил, что у обеих была одна и та же кухня, одна и та же тяжелая работа, одна и та же зарплата. Несмотря на это, реакция их была абсолютно противоположной. И то же самое было с Сарой. Да, это был для нее не тепленький мир, но она постоянно думала о том, что она единственная из всех женщин мира, распространяет веру в Бога, что у нее есть, она идет за великим Богом, она в этой дороге делает правильные вещи. И она была радостной и счастливой. Еще одно. Дело в том, что каждое наше действие, хорошее или плохое, регистрируется в высшем мире. Говоря образно, в небесах ведутся два отдельных счета. Плюсовое и минусовое человечество и по отдельности. Когда минус количество насильно превосходит плюс, в мир постигают различные наказания. Если разрыв этот катастрофический, то мир грозит катастрофа. Теперь мы можем понять, многие вещи, которые сегодня происходят в этом мире, и нашу ответственность за это. Говорит Талмуд, что как ни странно, действия одного человека могут перевернуть мир в добру или в злу. Может быть в этот момент, когда качаются весы, и любой поступок каждого из нас возьмет и перевернет этот мир. Вот так вот надо смотреть на этот мир, как смотрели наши предки. Брахава и Ацлахава.